Мур, привет друзья, с вами Зверько, и это видео для новичков, про рейтинговую игру. Я расскажу основные принципы и дам советы по продвижению в ранге. Логичный вопрос, какой у тебя опыт, чтобы раздавать нам советы? Я играю в эту игру с базового аккаунта, начиная со второго сезона. Пошел в ранг в третьем сезоне, достигнув легенды. Тогда мифического ранга не было, и ниже эпического на основе я уже не спускался. Мой максимальный ранг мифик плюс несколько звезд. Сейчас призовые за этот ранг такие же, как для легенды. И пока их не увеличат, я не хочу тратить время на достижение мифика опять. Лучше потрачу на видео для вас, дорогие друзья. Итак, на данный момент в рейтинге чуть более 60% побед, что позволяет экономить время на поднятии ранга. Я себя топом не считаю, а эти показатели для меня просто выше среднего по больнице. Но хватит обо мне, давайте об игре. Вот вы поиграли в обычные матчи классического режима, развлеклись в дополнительных режимах и решили взяться за хардкорные игры в рейтинге. За победу в рейтинговой игре вы получаете звезду. За несколько звезд повышается ваш ранг поэтапно. Но в случае поражения вы теряете звезду. То есть выиграли, получили звезду, проиграли, потеряли. А значит при проценте побед в 50% вы остаетесь на месте. Но тут приходят на помощь такие вещи, как Двойные звезды и Защита звезды. Бонусная звезда. Накапливаясь за очередную победу, вы получаете 2 звезды и сдвинетесь с мертвой точки. Защита звезды. Накопившись и в случае проигрыша защита разрушается, а звезда остается. Благодаря этому у нас есть в игре мифики с 48% побед. Но звезды они не набирают, а только задирают нос, потратив ему времени. Как же играть результативнее? Выберите себе персонажей, на которых нравится играть. Но есть условия. Надо уметь хорошо играть хотя бы на трех классах. Команды, в котором однообразные классы чаще всего проигрывают. В классическом составе должен быть танк, маг, убийца, стрелок. А пятый персонаж на выбор можно и дублировать класс. Например, мой основной класс маги. Потому что и люблю, и получается за них играть. Но, если надо, я могу отыграть и танком, и бойцом, и стрелком. Но не столь эффективно, как магам. Ваши предпочтения по героям можно посмотреть, нажав на профиль. И любимые герои. Играйте лучше на героя, которого вы любите и которым умеете. Очень советую пробовать героя в ранге. Если не знаете, какого героя купить другого класса, чтобы учиться им. Посмотрите на ютюбе топы героев этого сезона или прошлого. Посмотрите гайды на них и покупайте того, кто понравится. Учитесь на нем. Ну что же, у вас есть три героя разных классов, которыми вы все разрываете на своем пути. А от вашей поступи рушится трон врага. Значит, пора в рейтинговые игры. Вы начинаете воином. И соло можете уверенно двигаться вплоть до грандмастера. Но хочу дать вам совет. Кидайте запросы на дружбу людям, которые хорошо играют. Будучи за вас и даже если это противник. Начиная с грандмастера, будут попадаться игроки, которые хорошо играют. Но по тем или иным причинам еще не забрались выше. Тут вам и пригодятся друзья. Собираете партии в 2, 3 или 5 человек. И уже с ними продолжаете поднимать свой ранг. Добравшись до эпического ранга. В данный момент он у нас обзывается героическим в русском периоде. Вы столкнетесь с непонятной поначалу проблемой. Этапом пика героев. Две команды сначала блокируют героев. Потом выбирают героев. И одного героя не смогут выбрать обе команды. Если вы не знаете, кого сейчас принято блокировать, можете послушать советы команды и забанить самого опасного. Стратегию пика и контрпика, а также блоков сейчас рассказывать не буду. Там информации на отдельный гайд. С этого момента комфортнее играть в пятером и со связью. Например, через дискорд. Можно и втроем. Но бывает часто, один слабый игрок может послужить причиной проигрыша. Таким образом можно пройти эпический ранг и легенду. Но с легенды вас будет иногда кидать и к мификам. Но не стоит этого бояться. Если вы дошли досюда и у вас выше 50% побед в ранге, то постепенно вы возьмете и мифика. На мифике уже отключаются двойные звезды и защита звезды. Но если и на мифике у вас процент побед больше 50, то вы продолжите набирать звезды, пока не надоест. Лишь этим отличается мифик. Вот сейчас на меня затаила злобу куча мификов, которые тратят за сезон кучу времени ради набивки звезд. Но правда есть правда. Надеюсь, этот гайд будет полезным. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями в соцсетях и, конечно, ставьте лапки. Если это видео наберет хотя бы 50 тысяч просмотров, я возьмусь за гайд по экономике в бою. Всем пока!